В последнее время погода преподносит неприятные сюрпризы. Снег сменяется ледяным дождем, и такие капризы природы становятся испытанием для коммунальных служб. Правда, закон о благоустройстве Московской области четко расписывает все правила зимней уборки, о которой в ходе очередного рейда напоминают инспекторы Госадомтехнадзора. По уборке проезжей части пешеходных зон с твердым покрытием нормы четко установлено. 12 часов после окончания снегопада твердое покрытие должно быть очищено от льда наледи. При необходимости, при наличии гололеда, должна производиться обработка противогололедными материалами. В этот раз надзорные органы вместе с сотрудниками администрации основное внимание уделили дворам. Посмотрели, как убирает снег с проезжей части, как чистят подходы к подъездам и тротуары. Входные группы из подъездов отвечает управляющая организация. Проезды у нас чистят муниципальное предприятие «Дороги и транспорт». С представителем дорожного хозяйства мы сейчас здесь это все и проверяем. Работает техника, работают дворники. Поэтому от того, насколько они взаимодействуют и слаженно работают, зависит общий результат нашей работы. Комиссия осмотрела ряд дворов в микрорайоне Бахчеванджи, в Щелкове, на улицах Комарова, Полевая и Сиреневая. В целом, как отметили специалисты, работа ведется неплохо. Правда, есть и замечания. Некоторые устранили прямо в ходе рейда. И вот в данный момент мы видим, что подрядная организация, которая находится на подряде у ДЭС ЖКХ, вызывает дворников. В ручном режиме убирают те объекты, которые утром заняты автомобилями жителей. По всем замечаниям, выявленным в ходе проверки, возбуждены административные дела, выданы предписания. Но, видимо, подобный рейд повторится в недалеком будущем. Ведь погода вновь подбрасывает коммунальным службам работу, которую нужно выполнять очень оперативно. Наталья Медведева, Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».